На рынке создались условия, устойчивая ситуация для того, чтобы цены росли, но цены продолжают падать. Почему? Вот это вообще такой вопрос, который всех очень сильно беспокоит. На самом деле главной причиной является продолжающийся демпинг, который проводят Саудовская Аравия и другие ближневосточные государства. Правда, Ирак несколько притормозил, им как-то не так это все интересно, но Саудовская Аравия продолжает эту игру. Вторым автором вот этих низких цен является Россия. Мы никоим образом даже не пытаемся и не думаем о том, чтобы как-то регулировать добычу и экспорт нефти. И стабильно наращиваем экспорт. В этом году, вот в январе, в текущем месяце мы вышли на абсолютный рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов за всю нашу историю. Конечно, все смотрят на лидера и понимают, что если лидер ничего не предпринимает для того, чтобы регулировать поставки нефти на мировой рынок, то соответственно и цены будут падать, потому что когда нефть и избыток, то соответственно и цены высокие. Третьим автором вот этих низких цен является Китай. Абсолютно без всякого со своей стороны желания Китай вошел в период падения экономических показателей, в период сокращения темпов роста экономики и тоже очень сильно влияет на мнение трейдеров. Что будет в 2016 году? Совершенно полностью неизбежен рост цен на нефть, потому что тот уровень цен, который мы имеем сейчас, не позволяет обеспечить мировой рынок достаточным количеством нефти. Мы уже и сейчас имеем дефицит нефти, и спрос на нефть превышает предложения, но основные потребители накопили гигантские запасы, гигантские, беспрецедентные за всю историю своего существования. Это и Соединенные Штаты, и Китай, и Германия. И вот эти вот запасы очень сильно дают на рынок и пока не позволяют почувствовать дефицит нефти, но это пока. В какой-то момент, безусловно, этот дефицит проявится. Для этого не нужно многое. То есть осталась какая-то соломинка, которая переломит спину верблюду, этой соломинкой может быть все что угодно. Это может быть резкое падение температуры, например, в Соединенных Штатах. Это может быть обострение военной ситуации между Саудовской Аравией и Йеменом, что вполне вероятно и возможно. Это может быть, например, публикация положительных статистических данных по Китаю, что, кстати говоря, тоже вполне вероятно и возможно. Может быть еще какая-то причина. Причин может быть много, но результат всегда будет один. В конечном итоге мы увидим не плавный рост цен, а резкий скачок, потому что дефицит уже сейчас в настоящий момент достаточно велик. Продолжение следует...